Начинаем мы езду по горной дороге, уже проехал я по условному бездорожью на велокроссе, вот включилась рация Пробуем настроиться под себя, там я это сделал, но как-то нелепо Первый круг у нас будет в режиме комфорт, для того чтобы познакомиться с треком, познакомиться с автомобилем На втором круге мы пройдем динамичнее, в режиме динамик Сейчас предлагаю вам выбрать режим комфорт, вот уже первый номер уже справился Для этого нам нужно будет воспользоваться системой Drive Select Крысло, кстати, очень удобное, но вот руль для меня, честно говоря, низковат, если честно Причем сидение максимум внизу, но хотя все остальное, кожа приятная, такой вот немецкий премиум Для тех, кто любит, что называется, фапать на материалы, действительно, очень они тут классные Вроде бы пластик, да, но прям здорово сделано, подогнуло прям тютельку-тютельку все Всем добрый день Ну что ж, друзья, давайте потихонечку начинать движение Как уже было сказано, на данном участке нам надо будет попробовать два режима движения На первом круге это комфорт, на втором круге это режим динамик От меня просьба двигаться достаточно плотной колонной, сильно друг от друга не отставать Нам позволит двигаться увереннее, не надо будет лишний раз останавливаться, чтобы дождаться тех, кто подостал Опять же, учитывайте тот факт, что я не еду на какой-то третий космической скорости Я еду аккуратно, естественно, ориентируюсь в первую очередь на класс Более дорогая версия, нежели на оффроуд трейкер Пару слов о велотрейке Это действительно уникальное сооружение, с богатой историей Для нас трейкер интересен, в первую очередь, своей конкурацией Компания, местные, подъемы, повороты, различных категорий По сути, нет участков, полноценной горной дороги Причем, как это часто в горах тоже бывает С не самым стабильным покрытием Многие повороты покрыты корочкой льда А где-то местами Это покрытие является очень стабильным Сделать что-то крайне тяжелым И автомобиль в таком покрытии В любом случае будет сложновато Мы с вами выходим напрямую Лед Причем достаточно много Но можно плавно ускориться До определенной скорости И обратить внимание на сколько автомобиль Это делает Причем так, что даже никакая лампочка Система стабилизации на панели приборов Не начинает Разгон проходит в шатном режиме И электроники вмешиваться Не приходит Сам полный прием с этим справляется И раз я о нем говорил Начну как раз с него Система полного привода Quattro Представленная на модели Audi Q7 Выполнена по классическому Сниме для компании Это сам блокирующийся дифференциал Между осями И соотношение передаваемого момента Пропорция 40 на 60 Больше задних колес При этом по необходимости До 70% момента Передаваться на передние колеса Либо до 85 на заднюю ручку Движения Если говорить о характеристиках двигателя Установленного на наших автомобилях Трехкитровая турбированная дизельная шестерка Мощность которой составляет 249 глсс И качья моменту Кутичная мистерная дальность Равен 600 ньютон в метр Причем эта тяга доступна уже с минимальностью оборотов и в очень широком тяпке. Все это вместе позволяет вам уверенно себя чувствовать на саградной трассе при обгонах при режиме городского движения и конечно на участках оффроуд бездорожья, на обороте тех где вы только что как я понимаю как раз побываете. На таких отрезках очень важно иметь в любой момент времени хороший запас тяги под колеса. При этом не рискуя вызвать лишнюю пробуксовку и за счет этого просто заснять из-за пробуксовки. Еще один интересный момент к вашему сведению. Все автомобили которые сейчас едут в колонии оснащены интересной опцией. Который называется полноуправляемое шасси. Здесь задние колеса ваших автомобилей также поворачивают след за бережностью на определенный угол. Угол этот максимум равен 5 градусам. Но этого достаточно чтобы автомобиль двигался при перестроении компактнее. Компактнее он совершен манер. То есть меньше вам придется поворачивать руль. Но и при этом это также сказывается на безопасности. Что в сковороте весьма и весьма важно. В качестве примера можете посмотреть в левую сторону. Самый крутой поворот на нашем треке. Просто обратите внимание на какой угол вам приходится поворачивать руль. То есть вот в моем случае автомобиль у меня точно такой же системой оснащен. Это чуть больше четверти обороты. Что согласитесь абсолютно немного для такого достаточно крутого поворота. Затем мы подъезжаем к одному из двух треке. Двигаемся здесь. Будем спокойно. К тому же кратко мне нестык. Так что попадается пушечка. Который вызывает оперативную срабатывание системы АБС. При этом ничего страшного не происходит. Просто, естественно, автомобиль пытается оптимальным образом сбалансировать свое замедление, не вселяя при этом ни в водитель, ни пассажира, ни вступать. А мы же с вами сейчас заканчиваем первый круг. Перед выходом на второй предлагаю вам включить режим динамик в системе Audi Drive Select. То есть буквально два раза надо нажать на клавишу со стрелкой вниз, чтобы это сделать. Ну и поехали. Ускоряемся за моим автомобилем. Дистанцию держите. Опять же, не очень, не огромную, скажем так. Безопасную, но не огромную. Ну что можно сказать, слава богу, голос наконец-то прекратил свое вещание. И автомобиль скорее, конечно, динамично асфальтовый, а не совсем недорожный. Хотя съезжать с асфальта все-таки можно. И учитывая, что у нас в режиме динамик сейчас поменялись многие настройки. То есть усилие на руле стало побольше. Хотя на лизинных участках чувствуется не так явно. Тем не менее, подвеска опустилась ниже, она стала более жесткой. Двигатель, двигатель и трансмиссия. Теперь быстрее откликаются на нажатие педали газа. Также немного менять свои настройки и систему стабилизации. Оставаясь при этом включенной. Это тоже важно. Если все это вместе, заговорил, позволит вам обратить внимание на разницу в работе этих двух режимов. Опять же у нас вот этот более скользкий участок. Можно на нем чуть-чуть интенсивнее нажать на газ. Буквально, то есть посмотреть, как происходит разгон. Но начинаете тормозить не позднее вот этих первых оранжевых ломб. Спокойно, плавно замедляемся. Смотрим, где у нас участки. Больше количества асфальтов мы на дорогу сюда в лавну. Уходим в моих следонах. И далее выезжаем на следующую часть. Ну и на самом деле для Кватро явно... Не надо было явно им поливать ее, если честно. Смысл Кватро теряется чуть более чем полностью. Главное придерживаться на асфальтовой части трейса. Пусти подальше, наверное, надо. Ну, типично, да, асфальтовый кроссовер такой получается. Подождем. Да, не дают, не дают проехать нормально, к сожалению. Хочется больше драйва, хочется больше активности, а не вот это вот тошнило, если честно. Вот педаль в пол. Честно сказать, динамика не завораживает. Ну, 249 сил. Зато можно платить меньше налогов. Да и тяга, в принципе, на каких-то более тяжелых условиях она получше. Ну и, конечно, расход. Расход намного меньше, чем на бензиновом топливожоре, бензовозе. Здесь, конечно, можно при аккуратном вождении получить, я думаю, очень... Даже учитывая там дизельгейты всякие, очень, на самом деле, небольшой расход. Взоров, вряд ли ускользнут еще такие осужденности, которые касаются поведения автомобиля на дуги поворотов. Ну, сносит чуть-чуть, но нормально работает-то, да? Да, дужит траекторию, да. Не приходится ли вам при этом совершать какие-то корректирующие действия, доворачивать руль. Ну и, конечно, про педаль тормоза не забываем. То, насколько, в общем-то, тонко и грамотно настроен при этом педаль тормоза, я считаю, стоит на это действительно обратить внимание. Потому что замедление, оно динамитивное на автомобиле аудитории здесь понятное. И педаль, например, не пугает своей какой-то резкости. То есть все можно сделать даже впервые, оказавшись за рулем, очень плавно, точно и изозировано. Ну, на самом деле, это большой универсал. Вот только и всего. По большому счету, такой немецкий, качественный, большой универсал с пневмоподвеской и большим дорожным просветом. Пляж в Холт-1. Очень приятное вот ощущение, вот, на самом деле, включения поворотников. Вот эти вот классные, сглаженные, четкие, но сглаженные, очень приятно. Там как раз можно будет обратить внимание на малый радиус разворота автомобиля. То есть я как раз подъеду, поверну колеса до упора. На примере моего автомобиля можно будет увидеть, что задние колеса поворачиваются. И точно так же это будет происходить у вас. Можно на примере любого спереди едачего автомобиля как раз... И классно, видите, сделаны поворотники. Указание поворотов очень здорово сделано. Плавная такая моргающая часть. Аккуратно здесь проезжаем. Вот смотрите, приезжаем к правому сугробу. Я на секундочку остановлюсь. Поворачиваю колеса до упора. И начав движение, обратите внимание на задние колеса моего автомобиля. Они повернуты. И автомобилю для полного разворота нужно абсолютно немного места. То есть запас с внешней стороны остается еще весьма привычным. Автомобиль без данной системы так развернуться все-таки не смогут. Да, задние колеса действительно заворачивают. Ну, не сильно. Паркуемся обратно на те места скрученого движения. Останавливаемся и, пожалуйста, не забудьте включиться в ближнем паркинге. То есть убедитесь, что это именно он. Возле свектор должна загореться красная лампочка. А все потому, что надо было сделать нормальный рычаг. Вот честно сказать, удивляет-то все. Очень странно. Вместо того, чтобы сделать классическое Д, почему-то сделали с П. Ну, не знаю зачем. Честно сказать, неудобно. Ну, как по мне, так вообще неудобно. Ладно, выходим. Паркантара, че. Паркантара, че. Паркантара... Паркантара...